Критское царство В центре Средиземного моря расположен большой остров Крит. Много лет назад при раскопках археологи нашли здесь глиняные таблички с текстом, знаменитый Фестский камень. Это доказывает, что еще во втором тысячелетии до нашей эры здесь жили люди, и у них была развита письменность. Долгое время никто не мог расшифровать эти надписи. Кем же были люди, которые их оставили? Ученые называют древних жителей острова Крит минойцами по имени правившего здесь легендарного царя Миноса. Царь Минос был героем греческих легенд и мифов. Во времена его правления остров процветал, был могущественным и богатым. Крит – самое древнее из известных европейских государств, которое образовалось во втором тысячелетии до нашей эры. Столицей государства был великолепный город Кнос. В центре города на возвышении находился царский дворец. У его подножья во все стороны раскинулись дома простых горожан. Жители Крита занимались ремесленничеством. За пределами острова высоко ценились керамические изделия, бронзовое оружие местных мастеров. На Крите было много земледельцев, которые платили налог своему царю, отдавая часть урожая. Также на Крите, кроме свободных граждан, жили рабы. Правитель Крита возглавлял войско, назначал чиновников, которые ведали сбором налогов. Островитяне поклонялись царю Крита, так как он считался потомком божества и был верховным жрецом государства. Города острова богатели благодаря оживленной торговле. Они продавали вино, оливковое масло и изделия ремесленников. Считается, что именно на острове Крит появились первые деньги. Они представляли собой бронзовые слитки, растянутые в виде бычьей шкуры. Сейчас нам это кажется странным, но минойцы привыкли считать все по быкам. Вот и придумали такие необычные деньги. Наивысшего расцвета Крит достиг при царствовании царя Миноса. По легенде, он был сыном бога Зевса и Европы. Он обладал самым мощным в Средиземном море флотом. Царь Минос слыл мудрым правителем, который дал своему народу законы. Законы защищали обиженных и карали преступников. Во время царствования Миноса власти Крита подчинились близлежащие острова, часть Балканского полуострова и Афины. Все они платили царю Крита дань. Невероятным архитектурным сооружением того времени был знаменитый дворец Миноса в городе Кнос. Это сооружение украшали колонны необычной формы. Они были широкие сверху и сужались к низу. Во дворце было множество комнат, украшенных фресками. На них изображались цветы, птицы, рыбы. Удивительно, но во дворце уже тогда был водопровод. Вода поступала по глиняным трубам со склона в гор. Раскопки легендарного Кносского дворца заняли 40 лет. Работами руководил английский археолог Артур Эванс. Он раскрыл всему миру тайны дворца, показал его богатство и оригинальные инженерные решения. Например, световые колонны, благодаря которым свет и воздух поступали на нижние этажи. У минойцев была хорошо развита культура. На фресках они изображали повседневную мирную жизнь, природу острова, занятия людей. Главным божеством считалась Великая Богиня-Мать. Кроме того, минойцы поклонялись фантастическому существу, человеку с головой быка – Минотавру. Считалось, что если приносить Минотавру богатые жертвы, это избавит от неурожая, наводнений и других природных стихий. Процветание Крита не было вечным. В 15 веке до н.э. критское государство погибло. Почему это случилось, ученые до сих пор спорят. По одной из версий, ее считают наиболее правдоподобной, Крит погубило извержение вулкана на соседнем острове. Мощные волны смыли все постройки на Крите, полностью разрушили города и погубили его население. Другие историки полагают, что Крит был завоеван, предположительно, греками-ахейцами. Завоеватели разграбили богатые города, разрушили постройки и смешались с остатками местного населения. Остров Крит подарил миру легенду о смелом герое Тесее, сыне греческого царя Эгея и его борьбе с Минотавром. По легенде, задолго до первого появления Тесея на Крите, царь Минос отправил в Афины своего сына на состязание. Его сын победил, чем разгневал царя Эгея, и тот приказал убить юношу. Разозленный Минос наложил на Афины дань. Каждые девять лет жители Афин должны были привозить на Крит семь девушек и семь юношей. Молодых людей запирали в лабиринте Минотавра, из которого никто не мог найти выхода. Чудовище пожирало всех своих жертв. Когда настало время в третий раз платить дань, на Крит отправился смелый и отважный сын греческого царя Эгея Тесей. Смелый юноша обещал избавить родной город от обязанности платить дань. Он обещал своему отцу, что если вернется живой, то поднимет на своем корабле белые паруса. Если же паруса будут черными, то Тесея уже нет в живых. Тесей благополучно приплыл на Крит вместе с другими юношами и девушками. Тут его увидела дочь царя Миноса, прекрасная Ариадна. Девушка влюбилась и втайне от отца дала возлюбленному острый меч и клубок ниток. Когда Тесей зашел в лабиринт, он привязал нитку у входа. Тесей двигался по запутанному лабиринту и постепенно разматывал клубок. И вот в одном из темных коридоров на Тесея напал грозный минотавр. Поединок был жестоким, но все-таки Тесею удалось одолеть чудовище. Он сделал это благодаря острому мечу, который дала ему Ариадна. После этого Тесей вывел всех юношей и девушек, двигаясь следом за нитью. Именно отсюда пошло знаменитое выражение «Нить Ариадны». Так говорят, когда речь идет о способе решения проблемы, поиске выхода из затруднительной ситуации. Сам же Тесей забыл поменять паруса на своем корабле на белые. Черные паруса увидел стоящий на обрыве отец Тесея, царь Эгей. Он не смог смириться с мыслью о гибели сына и бросился с обрыва в море. Это море теперь называют Эгейским. Сегодня Крит не самостоятельное государство, а часть Греции. Ежегодно сюда приезжает около двух с половиной миллионов туристов. Их привлекают не только красивые пляжи, но и славная история острова. Здесь сохранилось немало памятников культуры, в том числе фрагменты Кносского дворца, о котором мы сегодня узнали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok